Нет, сюда не давайте, сюда Он еще находится к магазину Это собственность магазина Он ваш будет, когда вы его продьете И купите, и заплатите за него деньги Руководство данной пятерочки посмотрит Руководство данной пятерочки тебя засадит Меня нет, не посадят Не засадят Ты мужик? Ты хочешь собрать чердой занимаешься Ты фигней просто занимаешься Часто? Руководство данного детского питания И столько же 25, 11, 19 Вот так вот Пормят наших детей А вот это все просто А можно аккуратно вложить? Вы вообще-то свой товар так к хлебу относитесь. В каком-то и дело, что это мой? Нет, сюда мне давайте. Сюда. Он еще находится от магазина. Это собственность магазина. Он ваш будет, когда вы его пробьете. И купите, и заплатите за него деньги. Вызываем тогда сотрудников полиции? Зачем? За дело. Рафик. Ты можешь срочно сюда приехать? Пожалуйста. Я не могу тебе сказать. Ты можешь срочно приехать? А что, про срочный товар продают? Вот в чем дело. Нет, просто мужчина тут кидается на всех. Кидается? Про срочный товар нечего продавать. Давай. Детское питание. Сейчас наша сотрудник приедет. Ну заодно будет сниматься все. Слушай, а можешь сидеть, Борис? Ты же папа рации, бля. Давай срочно. Слушай, смотришь, Най. Давай хоть срочно. Борис, занимайся, бля, спортом, ерундой. Занимаешься, да? Хочешь, простой. А при чем здесь спорт и просрочку? Ты же, бля, стоишь, бля, обру свой, как баба, бля. Каким образом относится спорт к просрочке? Иди, лучше штаны поменяй, бля, бабочки. Руководство данной пятерочки посмотрит на это все. Руководство данной пятерочки тебя засадит, знаешь? Меня нет. Не посадит. Не засадит. Вот честно. Мужик, что ли? Мужик. Реально, ты хочешь собрать чахтой занимаешься, да? Ты фигнё просто занимаешься. Честно? Я тогда отвечаю, что ты фигнё занимаешься. Поверь мне, ты по всем магазинам пока будешь доходить, я тебе сейчас телефон тебе размажу, слышишь? Убери телефон. Какого хуй ты меня вообще снимаешь, еблосянка? Еблосянка. Еблосянка. Я, эй, я тебе по городу. Я выдержу эту ману. Да тут же маутский хуй. Да что ты. Да чмо, бля. Баба, бля. Мужик нашёлся. Пойдём поборемся, мужик. Пойдём поборемся. Пойдём поборемся. Какой закон, бля? Какой закон? Стоишь как чмо, бля, какой? Российская федерация. Иди штаны поменяй, бабские. А при чём здесь штаны-то? Да потому что ты чёрная, сэр. При чём здесь штаны мои? Подошёл бы к ним, сказал бы, вот, пожалуйста, я нашёл. Подошёл, уже сказал. Вот сказал, бля, сэр, снимаешь как баба, бля. Да что ты говоришь-то, а? Если ты был бы мужиком, стоял бы один на один разговаривал. Стоишь как баба, сэр. Ещё будет написано заявление за оскорбление, соответственно, и за мат в общественных местах. Возвожи полиции, я тебе могу ушатать, понял, бля? Чего посмотрим? Ты сомневаешься ли это? Я вам очень сомневаюсь. Стоишь как баба, бля. Бибилу чуть-чуть, бля, зарабатывай деньги. Зарабатывай. Я могу отказаться, чтобы меня не снимали? 29-ю статью 4 Конституции Российской Федерации, можете огласить. Я не хочу, чтобы вы снимаете товар. Меня, я не хочу, чтобы вы меня снимали. Вы меня оскорбили. Вот это поворот! Вы на меня пидали. О, ты вружка! Ты такая вружка! У меня есть свидетель. Даже мужчина, который был не наш сотрудник, написал себе, оставил номер телефона, чтобы он его привлечь как свидетель. Да неужели! Как свидетель? Да. Он даже не является сотрудником нашего магазина. Он стоял за вами. Я попрошу, чтобы потом видеокамеры видеонаблюдение изъять. Где я на нее кидался? Вы мне... Изъять. Во-первых, вы меня тыкали. Вы меня оскорбляли. И это все присутствие людей. Потому что это уже, соответственно, лжесвидетельство. Это не уже... Так у меня свидетели есть. Посторонние абсолютно. Уже свидетельства нет. За это никто ответственности не снимает. Хорошо, я сказала. Я хочу на молодого человека написать... Здравствуйте! Пойдемте к вам в кабинет. Нет, в кабинет мы не пойдем. Мы будем вот здесь, вот там вот на столе. Потому что мне туда заходить нельзя. Поскольку это... Там являются сотрудников магазина, там помещения. А с детским просроченным питанием это уже будем писать заявление. Кто занимается, вы знаете просроченным? Сов. Сов вызываем. Кого? Сов. Сов? Да. Сов. Или кто там занимается. Участковый может этим заниматься. Я пишу, как со стороны покупателя, я пишу заявление о том, что в магазине идет реализация детского просрочного питания. Не до... Так, не достигшего... Сейчас я вам скажу. Не достигшего пяти месяцев даже. Даже вот пяти месяцев детское просрочное питание. За это есть уголовная статья ведется. Какая? Не знаете, что ли? Я знаю. Ну. А кто этими статьями занимается? В смысле статьями? Статьями занимается закон. Да. Он их пишет. Закон. Кто уполномочен составлять, изымать вот это детское питание? Кто по... Сотрудники полиции. Кто надзирающий орган за этим? Вы его изымаете, опечатываете, либо оставляете на ответственное сохранение в магазине, либо его увозите в отдел полиции, передаете в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор делает экспертизу. В Роспотребнадзор. Через сотрудников полиции, через заявление от покупателя. Вот, вот. А вы говорите, что мы занимаемся. Так вы занимаетесь этим. Это уголовная статья. А уголовными статьями кто занимается? Уголовными статьями Деманда Сусова. Хода не выкладывать никуда, я вас предупреждаю. 29-я, пункт 4. Конституция Российской Федерации. Сотрудников полиции, я вам сам говорю, для служебного пользования только. Вы с этим видео можете обратиться в любой орган, кроме интернета. Деятельность сотрудника полиции у нас в России что? У нас в России что? Гласно. Гласно. Вы в Инстаграмы и никуда не имеете права выкладывать. 29, пункт 4. Я вам сразу говорю, предупреждаю персонально. Можете подать на меня иск в суд. Легко. Только вы проиграете. Только вы проиграете. Не надо говорить. Ни одно дело еще было не доведено. Вы рассказываете. Я вам сразу говорю. Я вам тоже говорю. Во-первых, где у вас бейджик? Ой, не бейджик, а этот, жетон. Вы мне не представились. Это уже является нарушением сотрудника полиции. Я еще не начал с вами разговор. Да вы уже вошли в магазин. Вы как ко мне приобретились. Вы уже должны были представиться. Это раз. Вы что хотите от меня сейчас? Все. Исполнение закона Российской Федерации. И будем представляться. Исполнение закона Российской Федерации. Начнем с этого. Теперь все сначала. Где эти находились? В детском питании. На полках. Вверху. Я не позволю, что вы меня соминали. Сейчас напишите и вы заявление. Не волнуйтесь, что только проиграет. Так вы не надо. Есть еще человеческий фактор. Нет человеческого фактора. За прошлый год нет человеческого фактора. Перед вами стоял мужчина, пожилой, инвалид, с палочкой. Я был покупателем. Так я вас попросила. Я был покупателем. Я стоял в очереди. А чисто по-человечески мужчину пропустить, который трясется еле-минеса. Чисто по-человечески. Вот это за прошлый год не надо было продавать. На полках. Чтоб не стояло. Чисто по-человечески. Я тоже мама. Здесь вот срок годности, вот здесь, на другой стороне. Так. Вот. Так, нет, 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 нет. Вот срок 12 месяцев. На 24 дня, что ли, просроченный. Здесь уже почти на месяц. Это на 20. Здесь с прошлого года. Нет, это очень серьезно для несовершеннолетнего ребенка. Это вплоть до ретального, может быть. Мужчины, это мы специально сделали. А вы включали на весь магазин, что мы тут специально травим. А вот теперь будем все это опубликовать в интернете. Вам будет очень хорошо. И Роспотребнадзор это все увидит, придет к вам еще. Будет наводиться проверка в магазине. Мы осознанно это все делаем. Вы как вы имели право так говорить? Что мы осознанно это все делаем, чтобы травить людей, детей. Это есть свидетель. У нас у самих есть ребенок. Я беременна, нахожусь на третьей месяце. Вы сейчас вот с ней выкидешь, а у нас где-то кто будет? Это неосознанно. Это неосознанно. Я вам объяснила, что это человек. Все, пишем заявление, соответственно, по уголовной статье. Я тоже на вас напишу заявление. Вы оскорбляли и кидались. Есть свидетель. Будем еще изымать видеозапись, соответственно, которая находится в магазине, где я на нее кидался. Я бы не пришлось вызвать мужа, потому что вы, у меня стоял посторонний человек вообще, он даже оставил номер телефона вашего. Тыкали, кидались на всех, и не только на меня. Не надо говорить, молодой человек. У меня тоже есть дети, поверьте, не один. И маленькие, и внуки есть. Осознанно мы здесь все продаем, осознанно. Оставляем специально. Вам самому не стыдно. Вы сейчас все сказали? Вам самому не стыдно. Вы сейчас все сказали? Я все сказала. Вам самому не стыдно? Девушка, вы как руководитель магазина, уберите сотрудника, пожалуйста. Я хочу выиграть. Пока еще хуже не стало. Я жду полицию. Сейчас я с человеком закончу. У меня руки заняты. С моих слов, соответственно. Я не могу писать за вас заявление. Сразу говорю. Имейте право. Я не имею права за вас. Устное заявление. Устное заявление. Я не могу за вас. Я оставляю устное заявление по закону. Устное заявление у вас зарегистрировано в этом. Я имею право оставить вам устное заявление, вы его конспектируете, соответственно, со своей руки. А потом скажете, что я не писал. Я распишусь там. Как я не писал. Если с моих слов записано верно, там будет стоять мое число, подпись и расшифровка. Товарищ капитан, вы знаете законы? Я знаю законы. Плохо. Я нормально знаю законы. Вы плохо знаете. Я хорошо знаю. Это увидит еще выше в Москве, как вы исполняете законодательство Российской Федерации, сотрудника полиции. Пожалуйста, остановитесь уже, хватит. Вы доказали, да. Да, вы показали нашу ошибку. Это уже принцип. Еще будет написано заявление на неустановленное лицо, которое мне, соответственно, в магазине угрожало. У меня есть видеозапись. Три человека мне угрожали расправой. Будет написано заявление. У меня есть тоже свидетели, что вы мне угрожали. Хватит, пожалуйста. Вы мне угрожали. Я была вынуждена защищаться, потому что вы мужчина, а я женщина. Вы мне стояли и угрожали. Вам не стыдно? Тыкали мне. Вы мне угрожали. Вы мне угрожали. У меня есть свидетель. Даже не заинтересованы в этом. Чем расправа, что вы меня посадите на 6 лет. Так есть статья за это. 6 лет лишения свободы. Ну, не вы судья и не вам решать, насколько меня посадят. Начнем с этого. Вот уже судья пришел. Я не судья. Не вам решать? В лице судьи. Вот надо вас еще... Я не в лице судьи. Не могу быть в лице судьи. Вы вообще нормально, адекватный? Я адекватный. Да? А вы адекватный? Я, да. Да? Да. Болею немного, а так ничего. А у вас ручки трясутся, глазки. Заметно. Надо тоже свозить вас на экспертивы. Посмотрите, вы вообще нормальный? Нормальный. Да, я вижу. После больничной. Ну, а я на больничной. И после отравления. В таком же магазине, как в вашем. Так же, это вам это глаза нужны. Я тоже не всегда покупаю. Я бываю покупателем сейчас. У меня дети пятерки. Хорошо видите? Вижу. Хорошо видно на камеру? Хорошо видно на камеру? Не вижу. У вас это хорошо видно на камеру? Посмотрите. Я потом посмотрю. Одену очки и посмотрите. Ну, это в глаза нужны. Ну, иногда это делается, не особо. Давайте. Ну, что, пожалуйста. Вы уже догадали то, что вы могли. Уже сотрудники полиции приехали. Заявление пишется. Вы можете сейчас написать заявление? Вы можете отказаться? Уже заявление пишется. Вы понимаете? Как, соответственно, будет расцениваться, как ложный вызов. А зачем мне это надо? За него платить? За ложный вызов? Не нужно будет платить. Что за ложный вызов? Сейчас не нужно писать заявление. Я вам говорю. Я сама мама. Я сейчас нахожусь на третьем месяце беременности. Да, может, я успеваю их проконтролировать. Оригинал паспорта дома. Перестаньте сейчас это делать, пожалуйста. Не пишите уже заявление. Уже все, поздно. Благодаря вашему сотруднику. Никак вам не помириться. Я, вот, если сотрудник тоже предлагает. Вы сейчас, вы пишете... Данный сотрудник вызвал своего мужа. Потому что... Меня он не мешает. Меня, соответственно, угрожал в магазине. Подождите. Я могу показать на видео. Я не просто так. С сотрудниками за половину месяца. Потому что... За прошлый год? Да, я признаю. Я плохо за ними следила. Это моя ошибка. Ну, вот, плохо до следила. Но, не для... А я здесь при чем? Я здесь при чем? Я так же, как и вы, прихожу, как любой покупатель в магазин, если я вижу у них посочный товар, а я его вижу. Я подхожу к сотруднику и говорю, он есть. А я его приобретаю и действую в рамках законодательства Российской Федерации. Я по понятиям не действую, как ваш супруг это делает. По понятиям. Ну, мы сейчас... Нет. Я в рамках закона Российской Федерации это делаю. Мужчины, вы сейчас со мной разговариваете, не с ней. Да, мы все... Ну, мы же тоже бываем покупателями. Мы же не всегда за прилавками стоим. Ну, бывают же человеческие факты. Я понимаю, у нас лоры были бы. Думаю. У меня у самой дети поедут в трое маленькие. Мы же в своем уме, человеческий фактор, в своем уме, за прошлый год, срок годности 25, 11, 19, сейчас какое число? 25, 2, 20. Я согласна. Я согласна. Ну, скажите... Человеческий фактор. Ну, мы когда берем таран, мы же иногда смотрим на него, правильно? 9, 3, 1. Мы тоже иногда смотрим на просрочные. Вот, смотрим же, сколько... Я понимаю, там у нас тележка целая была бы, вообще не работают в магазине. Ну, бывают же человеческие... Девушка утилизировала. У нас никто не утилизировал. Оно там стоит. Оно уже утилизировано, вскрыто. Как вскрыто? Ну... Вот так вскрыто. Сколько там сейчас, по факту, стоит детского просроченного питания? Ну, по тележке же. Слушайте, если все это сложить, здесь будет вот эта корзина целая. Ну, для магазина, поверьте, для магазина, да, это... Вы сами работаете в магазине. Если бы вы подошли нормально, сказали бы, можно было бы как-то, я не знаю, по-человечески. Вы же все люди, все работают, без выходных работают. Что-то почему-то, когда приезжает сотрудник полиции, начинают все сразу заднюю давать. Да никто не дает заднюю. Сразу заднюю. Почему сразу заднюю? Почему не надо действовать по закону Российской Федерации? Я с вами что? Я с вами плохо разговаривала. Почему однократно сейчас только можно разговаривать, а до этого вы нас не слышали? Вы просто... А я не обязан вас слышать. Я уже это снял с полки. Публичный эффект идет, соответственно, после того, как я его снял с полки. Это уже является моим товаром. То, что здесь находится в моей корзинке, это мое. И вы обязаны мне это продать по закону. Нет. Что нет-то? Правила торговли откройте и почитайте. Я увидела просрочный товар. Правила торговли откройте и почитайте. Почитаю. Еще раз почитаю. Для разнообразия. Так, освежите память. Вот видите, вы сейчас даже на выне остальные. Статья 306, я вам разъясняю. Задача ведома, вы не показали. Статья 51 разъясняю так. Имеете право не давать против близких, родственников. Показания. Показания. Не подписывай, пожалуйста. Моя организация «Хрюши против» неправильно мне это все-то поймет. Мы все это доводим до уголовной статьи. До суда. Придите сюда, сын. И вашему супругу можете передать так, что я являюсь руководителем «Хрюши против», руководителем. Может, пускай зайдет в контакт, соответственно, «Хрюши против Санкт-Петербурга». Я там являюсь руководителем, я там ничего не скрываю. Пускай заходит на сайт, пускай мне там пишет, соответственно. Будем заводить на него уголовное дело. За оскорбление, соответственно, и тому подобное. И все это будет выкладываться в интернет. Я? В каком месте я был не прав? Вы не правы, когда были начали продавать просроченное питание. И когда ваш супруг стал мне угрожать. Когда ваш супруг не стал угрожать. Я? А что я делаю? Вашу жену будут оскорблять. Так, кому бежим? Принять меры по факту реализации детского просроченного питания. Шесть месяцев. Шесть плюс месяцев. А, ну что, кстати, ее супруг говорил, что он через вас, сотрудников полиции, меня найдет. А, ну что, попробую. Без проблем. Это у нас тоже на камере записано? Да. Мы, волонтеры, хрюши против, все пишем на видеокамеру. Я, к сожалению, действую в рамках закона Российской Федерации, где находится административное правонарушение, соответственно, я все это начинаю снимать на видеокамеру. Для того, чтобы была доказательная база. Хорошо, я с вами согласна. А вы с вами работаете на все 100%? Я? Да. Вот он, видите? На все 100% выполняете. Что это такое? Заднюю не даю. Что акцент? Это сок, это пюре, даже пюре. Как же вы так, если вы хрюши против оправились товарами, что вы смотрите просочкой товар? Ну, вот бываете, да, после работы придешь в магазин, тоже не догадись, соответственно, но тоже люди. Сколько стоим? Что-то неосознанно люди делали. Так, этих четыре, две таких? Два, с трех. Это вот этот, сады призония, да? Да. Вот такой. 119, хорошо. Так. Хорошо. 119? Угу. Кид вот этот вот. 32. Мужчина, вы поймите, но это не специально сделано. Это не с целью реализовать. Я понимаю, что мы продавали здесь просочку. А что это? Нет, 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 я не имею в виду. Если бы мы целенаправленно здесь продавали просочку, что мы не хотели ее списывать. А вот это что? Ну вот это что? Нет, нет, нет. Это не целенаправленно? Нет. С прошлого года? Это не целенаправленно. Я понимаю, если бы вот у меня... Верите, нет. Вот это вот, когда все это опубликуется в интернет, люди нас рассудят. Целенаправленно это было, да или нет? Я специально буду это спрашивать. Целенаправленно это было или нет? Если бы у меня стоял целый стеллаж просрочки. Люди нас рассудят. Я вам еще раз говорю. Люди рассудят. Если бы у меня мало косты яла, просрочные и так далее. Да, мы целенаправленно продаем, потому что мы не хотим это списывать. Мы там хотим миллионы зарабатывать. Тогда данные товары реализуются с просроченным сроком, да? Да, на реализации просроченные продукты. Если бы мы хлеб, горный, там, с плесенью продавали, да. Мы не хотим это снимать, потому что мы там хотим большие зарплаты получать. Это вы еще не достали целую партию пива просроченных. Там пенную вечеринку можно устроить. Так я буду. Тоже вот сейчас в магазине. Есть магазины, которые специально продают это. Можно биться пивом просроченным, просто пенную вечеринку устроить. В связи с чем я обратился в полицию. Да.